В индустрии асинхронного перевода существует такое правило, что переводчики обычно работают парами. Меняются каждые 20, 30, 40, 50 минут в зависимости от опыта, на решат, в зависимости от способности. Существуют свои преимущества такого метода и существуют свои соответствия. Что касается положительных сторон, то это дает переводчику, каждые 20-30 минут, дает переводчику возможность отдохнуть. И если переводчики меняются каждые 20-30 минут, то каждые 20-30 минут происходит такая утеря информации. Пусть даже в течение, может быть, 10, может быть, даже 5 секунд. Но слушайте, клиент все равно тратит это время на то, чтобы настроиться на нового человека, на новый способ, на другой голос. Все равно происходит утеря. Если информация, если эта конференция, допустим, продолжается в течение 10 часов, каждые 30 минут меняются переводчики, то в течение 20-ти перемен являются голосами. То есть я привожу такую аналогию, допустим, из фотокефильтра, и каждые 20-30 минут происходит смена главного героя. Главного героя начинает играть другой человек, представляете? Сознательно, вы понимаете, тот же самый герой, он делает те же самые вещи, но подсознательно, подсознательно, подсознательно вам все равно требуется время для того, чтобы привыкнуть. И это особенно важно, когда происходит перевод какой-либо чувствительной, эмоциональной информации.